приветствую всех подписчиков а также зрители моего канала сегодняшнем видеоролике будет обзор погружной пилы в своих видеороликах я показываю часто как пилю своей погружной пилой мафель но это многие девяные критики писали что типа мафель конечно был бы у нас такая мафель мы бы еще и не то бы сделали вы попробуйте пилить пилой элитек чтобы пробовать пилу элитек ее нужно либо купить либо взять на прокат но я не купил и не взял на прокат договорился с компанией элитек мне дали как говорит мой друг погонять ее и побибикать вчера полдня потратил на то чтобы научиться на ней работать на выявить плюсы и минусы и в сегодняшнем видеоролике уже я покажу как ей правильно работать ну и что она вообще из себя представляет пила поставляется 3 тут надпись в двух коробках ну то есть сама пила тут комплектик небольшой и шина ну и давайте сразу посмотрим что внутри соединитель для шин 2 струбцины но струбцины видите тут винтовые сказать что это хорошо или плохо но главное что они есть у макитове тоже винтовые струбцины также идет специальный тут антиопрокидыватель и упор а вот еще смотрите и такой адаптер для пылеудаления ну это самая шина который я сказал вначале на шине две таких полосочки наклеены для того чтобы пила по ним хорошо скользила две противоскользящие ленты антискольная здесь есть небольшой минус о котором я расскажу немного позже также здесь вот два паза в один из которые входит струбцина а во второй соединитель мы возвращаемся к самой пиле кабель мягкий длина 3 метра мне кажется что это в полосочке достаточно пила может делать резы под 90 градусов на глубину от 0 до 55 миллиметров имеется соответствующая линейка и упор ограничитель единственное вчера не успел проверить вот эти цифры ну что они обозначают либо это глубина пропила без шины или уже на шине ну либо ширина вот этого упорчика здесь имеет значение сегодня это тоже проверим также пила может пилить и под углом отпускаем вот два винтика и можно осуществить наклон от 0 до 45 градусов пильный диск здесь по дереву 48 зубов 160 миллиметров диаметр диаметр посадки 20 ширина на паек 24 миллиметра проверим сегодня его на дереве но и на ламинате так как многие погружные пилы используют для пиления ламината сразу хочу сказать что на первый взгляд пила очень аккуратно сделано алюминиевый корпус ну либо какой-то алюминиевый сплав вот так давайте будем называть подошва ровная пока не начали пилить проверим под 90 градусов стоит пильный диск для проверки используем угольник пильный диск стоит четко под 90 градусов все отрегулировано на заводе и это радует если все же потребуется регулировка вот здесь имеется два винтика вот один спереди а один вот здесь сзади винты здесь насквозь проходит упирается в подошву вот вкручивая его и выкручивая можно добиться точной регулировки пильного диска под 90 градусов вот этот флажочек виде коромысла который защелкивается в первое второе положение он вначале немного раздражает потому что вот видите сейчас я отводил пилу назад палец на предохранительной кнопки не держал поэтому при возвращении опять защелкнулся у меня в первое положение приходится потом это немного возвращать в ручном так сказать режиме про это коромысла у меня тут есть свои мысли вплоть до того что вот так щепку какую-то вставить здесь щель либо карандашик и это зафиксировать чтобы это не раздражало либо к этому со временем привыкните да если у вас уже до этого был опыт работы с фистуловской пилой или мафель ну или макита в конце концов только этой пиле вам придется немножко привыкать если же никакой погружной до этого у вас не было то мой ролик в помощь и вы очень быстро освоить эту пилу и привыкните к ней на корпусе пилы вот такой патрубок пылиотведения вращается по кругу вращается туго каких-то фиксированных положений нет это меня пока тоже не раздражает внутренний диаметр патрубка 34 миллиметра и сюда подходит большинство шлангов от пылесоса вот смотрите у меня есть мягкий макитовский шланг от макиты 440 макита тут свои размеры поэтому давно еще подмотал здесь скотч этот шланг используется у меня со всеми шлифовальными машинками вы видите сюда тоже прекрасно входит также мы можем померить вот такой шланг но это керхер но точно такой же шланг его bosch потому что керхер и bosch это считай одно и то же вот можем сразу вот так вот прям ставить шланг ну не снимаю тут наконечник у большая у керхера есть еще инструментальные муфты это больше вская чудесненько подходит у керхера инструментальная муфта немножко иначе сделано видите более как бы универсальная поэтому сюда она подходит тоже легко вот он такой вот так ну за исключением только что здесь мы заужаем отверстия поэтому это не критично ну и в конце распаковки немного технички у этой пилы мощность 1200 ватт 5500 оборотов в минуту регулировки оборотов нет но не думаю что это критично до этого у меня была макитовская пила на маките там за пару за тройку лет ни разу не регулировал обороты на мафере только один раз воспользовался когда нужно было пилить оргстекло ну и сейчас давайте поближе рассмотрим шину и сразу будем пилить шина с нижней стороны имеет небольшие такие ребра жесткости между которыми наклеены антискользящие ленты ленты немножко выступают за эти ребра в это сделано конечно же специально иначе это не будет работать антискользящих лент 2 лучший вариант конечно если бы был бы три либо хотя бы две были наклеены вот одна здесь одна здесь ну чтобы пошире они немножко стояли этого бы не нужно было делать если бы так называемая противоскольная лента была одной высоты с антискользящими поэтому смотрите что мы имеем устанавливая шина вот на ровную поверхность эти если использовать без струбцины то шина может качаться если поставить трубцинку затянуть шина то практически здесь не вихляется только вот самом конце вот видите угольник у меня тут легко проходит если здесь сильно придавливать пилу то вот это вот вихляние пильного диска здесь возможно как этого избежать сейчас я покажу ну то есть здесь просто надо добавить толщину противоскольной ленты ну либо ленту использовать больше более толстую либо сделать вот как я сейчас сделаю тем более смотрите это же у меня как бы ну не новая вещь здесь уже пилили противоскольная лента ну условно будем называть ее противоскольная потому что правильнее и все-таки называть такая разметочная то есть отметили карандашиком приставили до карандашика эту ленту и пильный диск пройдет четко по метке карандаша при этом качество пропила от противоскольной ленты зависит там всего лишь на несколько процентов больше это зависит от остроты пильного диска и предназначен ли пильный диск для той работы которую вы выполняете но и тем не менее эту ленту вот она тут у меня тут немножко покоцана как сделать чтобы она теперь правильно работала ее нужно переклеить для этого ее просто отрываем она приклеена на тонкий двухсторонний скотч убираем и скотч вообще великолепно отходит вот так он мне не потребуется я буду использовать скотч для зеркал этот скотч на вспененной основе тут он миллиметровой толщины я предварительно уже тут его померил если эта толщина и толщина вот этой ленты совместится то как раз получится то высота резинки что и нужно поэтому клею смело близко к буртику не приклеиваем чтобы скотч не завернулся и не сделать дополнительную толщину скотч у меня 19 миллиметров поэтому видите он немного выходит за шину к тому же он белого цвета его можно было бы так и оставить но он же этот липкий с этой стороны будет мусор всякий налипать поэтому я его обрежу далее убираем бумажку с клеевого слоя резинку клеим таким расчетом чтобы она выглядывала за металлическую часть ну где-то там 45 миллиметров так как пильный диск когда прорезает резинку он проходит где-то там два с половиной три миллиметра от края металлической части на если вот тут как у меня немножко вильнули ну ничего страшного надо конечно стараться поровнее клеить но пила в итоге пройдя по резинке при первом пропиле все и так выровнят во время пиления буду использовать смотрите по размеру тут подходит дсп но будем считать что сразу проверим работу данной пилы на дсп это ламинированная дсп отпилим здесь полосочку миллиметрик опять в принципе можно пилить и без трубцы но если это вы за один раз пропиливаете если делать сначала первый пропил подрезать кромку 2 пропил перед до конца лучше это всегда делать со струбцинами так как вы получаете гарантированно то же самое место для пропила какие вы хорошие противоскользящие резинки не были все равно особенно вот при толстой пружинке когда пила тут отпрыгивает в конце все равно шина немножко съедет поэтому мой выбор только пилить со струбцинами если просто какую-то деревяшку распилить можно без трубцина обойтись сегодня кстати попилим и деревяшки без трубцы перед тем как начать пилить надо проверить не болтается ли основание пилы на шине если болтается регулируем эксцентрик крутим противочасовой стрелки от люфт выбран закручиваем винтик вот теперь видите никакого люфта нет усиленно затягивать не надо пила все-таки здесь должна скользить сильно затягивать эксцентрик сотрется такая же резугулировка и заднего эксцентрика ключик на место он хранится здесь ручки ну далее возвращаемся вот к этому коромыслу казалось бы защелкни коромыслов первое положение и получи погружение диска для подрезки но при этом диск где-то в миллиметр у меня там материал заходит но не тут то было это немного не работает постараюсь это показать более подробного смотрите коромыслов первом положении но кнопка при этом не нажимается чтобы нажать кнопку ну то есть включить пилу надо поднять вот эту защитную клавишу вверх тогда кнопочка нажимается слышите щелкает при этом коромысла выходит из своей точки и она была зажата во время пиления пильный диск уходит ниже его вы не успею ну его же никак не затормозить кроме как но существует выход с положение это в этом положении использовать еще упор ну то есть ограничитель погружения вот видите теперь и коромысла не защелкнута и кнопка нажимается и вот здесь упорчик не позволяет пиле дальше наклоняться но удобно либо это нет я думаю к этому можно привыкнуть если вернуться к цене пилы то есть на мафеле на фестуле там на маките даже это продуманная там штука здесь задумка была хорошая но недоработанная ну и пилим делаем подрезку сразу будем подрезать сейчас резинку ну и подрезку делать на лдсп верхняя часть упора у меня стоит на цифре 5 ну вот смотрите скольчики ну вот вижу скольчик ну это скол на не нужны мне детали надеюсь что на той детали что нужно там сколов нет далее пилу возвращаем на шину вообще можно никуда не крепить просто отпустили опустили делаем пропил на полную глубину у меня на столе есть специальное место где пильный диск должен проходить вот так ну чтоб стол лишний раз не пилить ему по большому счету ничего не сделается но как говорится лучше этого не делать так сверху ну небольшие сколы присутствуют присутствуют давайте посмотрим с обратной стороны ну каэди тоже есть ну их гораздо меньше ну не будем забывать что пилит ведь не пила пилит пильный диск к тому же он там просто пильный диск по дереву давайте сейчас поменяем диск ну именно тот что для этого предназначен выдергаем вилку из розетки переводим пилу в положение для смены диска ключик в ручке просто так не открутить здесь есть фиксатор зажимаем и откручиваем в таком положении лучше конечно же дальше не крутить потому что когда выкрутится винтик шайба падает вот сюда заклинивает ее потом нужно тут вынимать диск может упасть поэтому вот на мотор поставить и дальше ничего не мешает здесь как я говорил элитек 48 зубов толщина на паек 2,4 миллиметра а расклинивающий нож да тут видите есть расклинивающий нож о котором я не сказал его толщина 2 миллиметра он подпружинен вот с пильными дисками толще 2 миллиметров он прекрасно работает но если поставить диск например с толщиной на паек 1,6 миллиметров он просто не будет выходить вот в материал далее ставим другой пильный диск это пильный диск прокат серия торнадо это профессиональная серия но вообще-то по алюминию конечно же но он и по пластику а значит по дсп прекрасно работает здесь отрицательный угол заточки зубья 10g идет попеременно один зуб трапеция один прямой и это на ламинате хорошо работает когда резинка подрезана четко под диск можно выполнять и точные резы ну например вот отмечая ручкой место до которого мне нужно отпилить сюда сдвигаем резинку и теперь рез пройдет точно в том месте где и планировалось но это основная функция этой резинки противоскольная она здесь ну отчасти на мафель она вообще не работает так как там пильный диск пропиливает подрезку в одном месте а потом основной рез проходит на 15 сотых стороне поэтому никакие образом пильный диск к резинке близко не подходит ну и теперь пилим опять возвращаем упор на пятерочку здесь делаю сначала подрезку а потом уже основной пропил погружение делаю 25 миллиметров вот смотрите сколов практически нет обратную сторону не буду показывать там зачастую их ну даже на подсевших пильных дисках не бывает хотя вот здесь вот малюсенькие скольчики есть давайте еще один вариант сейчас и теперь смотрите сделаем первый пропил подрезку на противоходе ну то есть назад буду пилу утащить ну наконец таки наконец таки я ее считайте победил вот смотрите ну то есть во всем должен быть правильный подход вот так на обоих деталях сколов нет ну и теперь второй проход на глубину 25 миллиметров единственное что пока меня бесит это вот слишком тугая пружина ну очень тугая надеюсь резкость там где надо резкость отсюда что ли встать эту резкость на пол наводится скола в ноль называем часто диск решает они пила пила это средство диск дает качество так пока у меня тут линейка на дсп что лежит давайте покажу пару моментов но это упор и вот антиопрокидыватель на моей мафель такого нет поэтому когда пилу наклоняем в сторону на 45 градусов она хочет упасть и там мне приходится руками держать тем более там еще такое неудобство там гребень очень узкий в этом положении и удерживать трудно у макиты у макиты там по другому сделано там на шине есть специальный паз и вот здесь на площадке пилы на подошве там такая шайба выезжает выехала защелкнулась да очень удобный такой вариант ну а здесь сделано по другому этот крючочек заходит видите вот за край шины и вверх он подняться не может у этого прокидывателя два положения в одном положении смотрите он просто поднимается легко но если винтик отпустить и планочку сдвинуть то что уже все стоит тут намертво все дальше она не падает ну то есть когда идут резы чередуются под 45 градусов там по 30 либо под 90 этот антиопрокидыватель можно не снимать еще осталась одна штучка это стопор у него тут такой т-образный паз на крайний профиль надеваем закручиваем доходим площадка упирается показываю упор спереди но это наверное не совсем верно хотя если бы было два упора можно ограничить один спереди поставить один сзади и мы получаем место в котором будет работать пила но с другой стороны вот здесь две отметочки два треугольника при полном погружении это задняя часть пропила будет но пильный диск отсюда начнет пилить а это передняя часть то есть когда мы делаем глухие пропилы пив пропиливаем в столешнице место там под умывальник под прямоугольный либо под варочную панель можно ориентироваться вот на эти стрелочки тогда спросите для чего нам вообще нужен упор упор правильно использовать сзади пилы вот с этой стороны в этом случае пилить ничего не будем объясню просто на пальцах посмотрите когда мы делаем какой-то глухой пропил пильный диск всей поверхностью своей в материале находится и тут как-то неудачное какому-то шевеление может пилу приподнять выбить и полетит она на вас ну и тут ты сам может пострадать ну и материал будет испорчен потому что пропилил дальше чем нужно и поверхность на столешнице испортил а мы не так дешево стоит для этого этот упорчик уперли его и погружаем при этом пила назад у нас не смещается но когда пилим вперед ориентируемся вот на вот этот треугольничек на вот эту стрелочку до куда надо пилили остановили и подняли пильный диск вот для этого нужен этот упор ну и сейчас возвращаем пильный диск по дереву посмотрим как она пилит дерево хватает ли мощности 1200 ватт будем проверять как всегда на дубе у меня все тоже дубовая доска на которой я уже тут ленточную пилу тестил и заточку диска по центру растрескана толщина толщину уже не помню 40 миллиметров давайте попробуем распилить по вдоль так струбцину не поставить не получится поэтому буду пилить без струбцины ну а пылеудаление поставим потому что пыль дубовая она очень вредная для здоровья все прошло гладко дуб 40 миллиметров легко на этой положительной ноте видео будем заканчивать все что хотел показать показал все тесты сделали если у кого-то еще остались вопросы данная пила у меня еще остается какое-то время в пользовании задавайте про нее вопросы либо видео сниму либо в комментариях но в любом случае ответ от меня будет только не надо конечно писать что вот это типа это китайская г не надо на это смотреть смотрите сколько танцев с бубном пришлось сделать чтобы сделать пропил без сколов ну просто будьте адекватными людьми сравните цену или тег фесту мафель и сразу все станет на свои места ну и мне скажу так более непонятны те случаи когда люди для пиления гипсокартона покупают пилу мафель типа им там нужны супер претензион претензионные резы гипсокартона да я еще могу понять ту фигню когда как у меня например есть пила мафель и я ей могу при случае ей ничего не будет я ему при случае гипсокартон пильнуть но покупать ее специально для гипсокартона но это это бредовый бред по-другому не сказать вот прекрасная штука и гипсокартон и вагонку и чё там и ламинат повдоль распилить куда еще лучше ну ладно чё то я то я уже как бы агитирую за нее всего давайте думайте сами решайте сами иметь или не иметь всем пока я не иметь всем пока и что в в в в в в в в